Всем привет! Нам планификат астас с ес, амфаса думе-востры, натром лайф, с дискут. Тарде варечет зиоди астас, сапорнит ку девушка Прасковья из Подмосковья. Тот ел Игорь Дудон, дешей девушка из Подмосковья, кыду паселу на этапе стояногон, кыти вазы лёг плекат на Москва с он творц, ше собкат ел, собкат в омуде компанией. Дешей, астас лайф, лам нумит адресаря кэтре кандидату александр стояногу, ше распунсул мил финал алуй Дудон. Прима, с эвофи и клар, дешей астас и распунглу Дудон. Ультима дата, дева речи Дудон есть и у неминь. Ел а фос деконектат дин Москва, ел а фос деконектат дин ПРОПРИУ ПАРТИД, ше, цел мая импортант, дар, ку пермисиунеа думевоастра, са не ва супарати, врау са треке лимба руса, таки, Аort's манцаляга, фей карича этого не эспортанжа, ше дин Гагаузи, ше дин орду цели, ове муты сати украиниш, ове муты локалитет, сли мифорбеште дар русы, шправс манцаляга тату вне, до ку ворбим тот же диспрауттиму распанс. Поэтому, дорогие друзья, давайте по порядку. Первое. Сегодня, вернувшись из Москвы, Игорь Дадон вышел в свою передачу. Ну, вышел как бы и вышел, но этот человек в очередной раз посмел нести всякую чушь в мой адрес. Почему я решил сегодня выйти и ответить, и ответить в последний раз Дадону, и это мой последний ответ. Уважаемые жители нашей страны, и члены партии социалистов, это касается в том числе членов партии социалистов. Это мой последний ответ Дадону, потому что Игорь Дадон, он сегодня почти никто. Он не кандидат в президенты. Не из-за того, что он не хочет, или кто-то из сторонников решил его заменить. Потому что ему запретили выдвигаться в кандидаты президента Республики Молдова. Также, когда его отключали из партии на один год, когда ему сказали уйти из партии, потому что он оттащил вниз потом, он устроил миллионы интриг внутри партии, ему сказали вернуться, но сегодня ему сказали нельзя. На прошлой неделе, после выдвижения Александра Стояногла, кандидата к президенту, Игорь Дадон улетел в Москву. Где, поверьте мне, он сделал все возможное и невозможное, чтобы ему разрешили вернуться. Он рассказывал про Стояногла всякие небылицы. Он рассказывал про то, что, смотрите, никто из кандидатов не хочет его поддерживать, и мы проиграем с Трецким, верните меня там, великого могучего Дадона и так далее. Могу вам со всей ответственностью сказать, что эта ситуация обсуждалась на уровне высшего руководства страны, я имею в виду в России. Где оттуда пришло? Дадон ни в коем случае. Поэтому Дадон в очередной раз обезвоженный, обесточенный, отрихтованный. Вернулся домой, и его идея зарубить Стояноглу, она как бы пала. Поэтому, Александр Стояногл, я вас уверяю, что Дадон не выкинет никакого финта, и вы останетесь кандидатом не потому, что так хочет Дадон, а потому, что ему категорически запретили участвовать в этих выборах. Поэтому любые там намеки Дадона, возможно, интриги, шантажи и так далее, это, поверьте мне, полный нор. Но к вам я сейчас обращусь отдельно, закончу с Дадоном. Значит, Дадон сегодня вышел и сказал, Уамень Бонь, Валео Валео, он вышел с тремя пунктами сегодня. Про приватизацию, про президентские выборы и про борьбу с ЛГБТ. Значит, во втором пункте он упомянул меня. Он вышел и сказал, что партия ПАС идет на выборы с двумя кандидатами. Один кандидат это Майя Санду, второй кандидат ПАС это Ренат Усатый. Да, вы не ослышались, Дадон сказал, что второй кандидат ПАС это Ренат Усатый. Скажите, пожалуйста, Дадон каждый раз предвыборную кампанию ищет виновных, также потом он ищет виновных после того, как проигрывает. Мы к этому с вами уже привыкли. Но аргумент, который он сегодня привел, что вы посмотрите, что делает Усатый. Я являюсь кандидатом ПАС, потому что как Дадон говорит, я трачу миллионы лет на футбол, футбольные городки, мероприятия, благотворительность, стройку, остановку. Говорит, ПАС ему не возбуждает за это уголовные дела. Уважаемый, в кавычках, Игорь Дадон, я думал, ты хотя бы экономист, если не экономист, хотя бы бухгалтер. В отличие от тебя, Дадон, я заплатил за годы в десятки раз больше налогов, чем ты за всю свою жизнь. Еще раз повторю, да, Дадон, я каждый год в Молдавии, когда зарабатываю за рубежом, плачу налоги. И в этом году более 2,5 миллиона рублей я должен заплатить налоги для того, чтобы страна содержала таких козлов, как ты, Игорь Дадон, и прочих проходимцев. Не важно, они из партии ПАС, КВАС или так далее. А вместе со мной платят миллионы людей налоги, и те, кто работают за рубежом, и те, кто работают в Молдавии, для того, чтобы содержать вас в лице депутатов, министров, председателей. Да, граждане содержат. Просто я, в отличие от тебя, Дадон, большую часть денег трачу на благотворительность. Из миллиона чем-то евро, которые я заработал в этом году, я больше половины потратил на благотворительность уже. Тебя это беспокоит? А тебя не беспокоит, Дадон, что сегодня ты занимаешься бизнесом? У него труба за Форестом, не помню как, в деревне Садово, где он проводит экскурсию. У тебя процветает бизнес. Один на Днестре, второй в родном селе. В этом ничего плохого нет, только объясни людям, откуда это. Почему ты не выйдешь избирателям и не расскажешь про дом в Подмосковье? Покажи, Дадон. Ты сегодня ничего не сделал, ни в Окнец, ни в Бричанах, ни в других городах, где есть примары. Ты сидишь просто, как та помойная яма, которая несет всякую чушь и плетешь интриги, особенно внутри партии. Уважаемые те, кто меня смотрят, уважаемые граждане нашей страны, стима вся эта тень. Александр Дмитриевич Стойновых, вы знаете, что я к вам отношусь с уважением. Вы знаете, что мое отношение к вам, я знаю ваше отношение ко мне. Александр Дмитриевич, Дадон сегодня, то, что сделал с вами, когда вас выдвинул, и то, что он нес сегодня, он делает все для того, чтобы вы не оказались даже на четвертом месте. Я понимаю, что есть люди, которые вам дуют в уши, что у Дадона там самый большой рейтинг, его лучше всего там использовать, или там, чтобы он продвигал, чтобы попасть во второй тур, чтобы выиграть выборы и так далее. Александр Дмитриевич, Дадон с 42 или 44 сегодня стоил 14% до вашего выдвижения. Александр Дмитриевич, вы просто, я ничего не хочу говорить, вы просто задумайтесь. А почему даже те, кто были с Дадоном, больше не хотят с ним связываться? Это вопросы гражданам, и те, кто поддерживает социалистам, и те, кто против, неважно. Скажите, пожалуйста, Ион Кику, премьер, который выдвигали при Дадоне, он шарахнулся от Дадона, создал отдельную парчу. Скажите, пожалуйста, Ирина Влах, экс-башкан Гагаузи, почему она шарахнулась от Дадона и создал отдельную парчу? Скажите, пожалуйста, почему премьер Кишинева, Иван Чабан, шарахнулся от Дадона и тоже создал отдельную парчу? Поверьте мне, что и Кику, и Влах, и Иван Чабан, и последующие, которые оттуда уйдут, они ушли не из-за социалистов, не из-за людей-социалистов. Они ушли из-за Дадона, и люди создают другие партии, лишь бы не ассоциироваться с ним. И, уважаемый господин Стояноглый, вы подумайте о том, что сегодня все, к чему он прикасается, это уничтожает. Этого человека поддержал в 2016 году, во время президентских выборов. Хотя в 2016 они с Плохотнюком поменяли за одну ночь в конституционном суде минимальный возраст, чтобы я не мог выдвигаться в президент. В 2014, когда он не проходил парламент, Плохотнюк снял нашу партию с выборов, для того, чтобы зашел Дадон с партией социалистов. Вы подумайте, почему сегодня Дадону вы не нужны. Потому что победа Стояногла могла бы привести к тому, чтобы поменяется председатель партии социалистов. И может стать Стояноглый или другой. Вы поймите, Дадон сегодня выдвинул вас и не может вас отозвать только из-за того, что ему запретили в Москве участвовать в выборах. И всю прошлую неделю, все, что он делал, значит, ни к чему не привело. Игорь Дадон, тебя отключали все, кто угодно. Тебя отключал в парламент Плохотнюк, пока ты был президент, ровно столько раз, сколько хотел. Тебя засунули под стол американцы и засунули пропеллер в щечку, для того, чтобы ты не трогал Исауленка, а ты его даже выдвинул. А? Бывший директор СИБА. Скажи, пожалуйста, тогда, когда тебя, Дадон, отключали с партии, сначала сняли, потом туда вернули, тебя отключали и русские, тебя отключали все, кто хотел. Меня же, в отличие от тебя, Дадон, не могут отключить ни русские, ни американцы, ни европейцы. Кнопку на управление мной может иметь только молдавский народ, граждане нашей страны. Ты сегодня обвиняешь, что я кандидат в ПАС? После того, как ты создал коалицию в третий районах страны с партией ПАС, вы везде избрали председателей, вице-председателя районов? После того, как вы создали коалицию в Бельсах? Дадон, а скажи, пожалуйста, а почему ты молчал, как самый последний подонок, когда людям газ продавали по 29 лей, а компания, ассоциирована с твоим братом, где он был в доле, продавали газ по 10-14 лей? А скажи, пожалуйста, Дадон, а почему ты молчал? Тогда, когда с пыну его банда закапывала мазут на термоэлектрике. Дадон, ты всегда молчал. Ты выступал только тогда, когда тебе разрешают говорить. Александр Михайлович, я видел сегодня ваше где-то эмоциональное обращение на тему того, что партия ПАС, там эти все НПОшники, с которыми Дадон типа боролся, пока был в власти, несколько раз до сих пор все работает, как и Голубятня. Значит, используют ваши фотографии с задержания для того, чтобы манипулировать людьми. Александр Михайлович, так делали все власти. То же самое делал Плохотнюк, сегодня делает Сандов. Но вас не должно беспокоить это. Ваша проблема сегодня главная другая, что вы должны отключить Дадона. Отключите Дадона, потому что из-за Дадона вас начнутся ассоциировать с Кульком. То, что вас по-бандитски закрыли, посадили, для того, чтобы убрать вас из Генпрокуратуры, назначить своего человека, это знает вся страна. Вам не нужно стесняться того, что вас бандитским путем пытались снять, не пытались, а сняли с должности и незаконно посадили, сфабриковав уголовные дела. Все знают, что это было сделано по указанию Майя Санду. И неважно, кто это реализовывал. Вам не надо этого стесняться, потому что вы тогда были символом того, кого они боялись. Отключите сегодня и избавьтесь от Дадона, если вы не хотите закончить выборы на 4-5 месте. Не слушайте весь этот его бред. У вас есть Ткачук, Шова, другие люди, которые вас консультируют, кто угодно. У вас есть друзья вашей молодости в Гагаузе. Вам есть с кем говорить. Отключите его сегодня, потому что он вас уничтожает. Он вас уничтожает. Сегодня Дадону в Москве показали опросы. Показали опросы, причем, что для меня было удивительно, также показали там замеры по онлайн, там, в диаспоре. Показали, что сегодня из-за того, что ни один кандидат не согласился поддержать Стая Ногла, еще раз, из-за того, как это сделал Дадон, ни справа, ни слева никто не согласился, все выдвинулись. И опросы показывают, что усатый проход во второй тур. Там истерика. Но еще раз говорю. Александр Минич, меня не интересует опросы. Меня сегодня интересует, чтобы Майя Санда ушла в историю. Майя Санда ушла в историю. Вслед за Дадоном. И чтобы ни один из них никогда не вернулся. Кто выйдет во второй тур, лишат люди. Но сегодня под угрозой, чтобы вы остались на третьем месте. Дадон сегодня, помимо этой чуши, что упас два кандидата, он там еще наговорил. Он сегодня боролся с приватизацией Майя Санду. Что еще при нем, когда они были в коалиции, хотели продать галерканы. А Дадон не позволил им тогда. Хочу людям объяснить, что такое галерканы. Контридца это резиденция президента, где гуляет только президент. А галерканы это там, где гуляет все правительство. Это правительственные госдачи со времен Советского Союза. Дадон, я тоже против продажи этих активов. Они очень важны. Но я против того, чтобы там такие козлы как бы отдыхали. Я хочу, чтобы там отдыхали простые учителя, врачи, дети, которые остались без крыши над головой. Женщины, которые страдают от насилия. И многие другие. Вот для чего сегодня нужно сохранить галерканы и президентуру. А не для того, что, как говоришь, вот Дадон борется. Ты так же борешься, Дадон, за сохранение приватизации. Ты, который продал Кодру и продал все, что мог, будучи министром, тебя ненадолго там оставили, отвечая за приватизацию. Просто над тобой стоял Воронин с кувалдой и не позволил тебе продать все, что ты хотел. Ты продал только то, что мог. Ты сегодня, Дадон, борешься с голубятней? Ты сегодня говоришь, Майосандо вот хочет прикидом, привесел ГБТ и так далее. Май, Дадон, тачь, Май, Дадон, ну цвей рушение. Латиней дам инфракционист Маймутску кардану, руптка на Майосандо. Да, Дадон, я тебе поверю тогда, когда ты в том, что ты веришься с ЛГБТ, когда ты выйдешь и назовешь список заднеприводных депутатов-социалистов и людей своего окружения. Слобода, Дадон? Ты же борешься с ЛГБТ. Ты же боролся с НПО, Дадон, а? И говорю, выйди и назови заднеприводный, кутарик, кутарик, кутарик. Уже полпарламента знает про этот союз одного депутата от тебя с одним депутатом от вас. Тьфу, дух спастие. Хазай, если для моих луптотор пентру традиций. Минь по минь, дак цаурфащи в оферты, сну дай шту. Ходягу спрячиск. Оамени буи, я сегодня, по-другому, я поговорю немного эмоционально, аж как я сделал это много раз. Я не хочу, в этой кампании электоралной, с лупой конкурент. Сейчас я адресаюсь на все контракандидации. Для меня это важно сегодня, с плечи Майя Санду, дальнейшую сантуарку вон Додон. Уважаемые граждане страны, в этой избирательной кампании я не собираюсь бороться с контракандидатами. Для меня важно, чтобы сегодня ушла в историю Майя Санду, но также, чтобы не вернулся Додон. Додона отключили русский, полпроблемы решено. Поверьте мне, все, что он делает, он делает для того, чтобы кто бы не вышел с Майя Санду во второй тур, вы будете решать, кто выйдет. Усатый или Стайногла, или кто-то еще. Додон сегодня всех между собой хочет переругать, переинтриговать и так далее. Для чего? Для того, чтобы часть электората осталась дома. Вы поймите, он не дурак. У него самый большой опыт в политике. Черный, грязный и вот этой под столом. Я сегодня хочу не заниматься конкурентами. Я в этой избирательной кампании хочу сегодня представить вам президентские проекты, объяснить людям в каждом уголке страны, что только диктатура порядка и ответственности могут сегодня кардинально изменить жизнь каждого гражданина страны. Я хочу сегодня идти с конкретными вещами в территорию. Я не хочу заниматься тем, на что меня провоцирует Додон. Почему я больше ему не буду отвечать еще раз? Потому что он никто. Его отключила и партия, русские, и кто угодно. И поверьте, я не могу, к сожалению, сегодня, потому что это все-таки другое государство. Я не хочу влазить в интересы других стран. Но когда в Москве Додон на прошлой неделе и на этой пытал вернуться, пытался вернуться и быть кандидатом, вы даже не понимаете, что ему там показали и сказали. Проблема не только в его доме Подмосковье, в котором прячет, а проблема в том, что ему еще показали, сколько он натащил, а это больше 20 миллионов евро. Цифра от молдавских бизнесменов. Поэтому там своих хватает. Такие точно не нужны. Короче, стремор и фрик к ним не со унитет пентру дэнсу, дупа дэнсу, салси пистая нога, салси лиджи кусаатые сантыру дожь, хайдосы дэй батайи. Елл фост, есть шо свитет тэта вяцалу нерушина. Даной, кто меня вас ровен, демончит, 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 фарти молд. Мной требу, а астас салбам цара. Снуз вей напой, нишон додон, тарс плещеш мая сант. Дяста, мной требуется не универсу, ничем. Игорь дадал официальная информация из Википедии. Там написано, что полярный медведь может проплыть без отдыха до 96 километров. Это реальная, официальная информация. Пытался найти, сколько метров может проплыть куркан. Знаю, что не плавает. Игорь дадал, уйди в сторону, не мешай. Потому что максимум, что ты можешь делать, это не плыть, как полярный медведь. Максимум, что ты можешь, это просто доползти, допорхать до ближайшего мангала, который уже давно горит. Ваку-принт, совет Сузи, говорит, что-то мая фрумаса, путешествие на дебор, мерзем в наинте, вам му-млтюмес пентру дистрибурии, репостеры, ши пентру дата сусынение кэрвам дин партия думану-востра. И вас контин ку-фапти конкретне ши ку-фапти буньи. Дачи и ку-ходу рожиту, ласаться из-худу рожеска. Вам му-млтюмеск куда-то, совет Сузи, как мая фрумаса. Пока. Пока.